Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Еще один год подошел к концу, и мы, по традиции, предоставляем вам рейтинг лучших стратегий для бинарных опционов за 2023 год. Присаживайтесь поудобнее, мы начинаем! В этом году мы решили не добавлять в топ-5 лучших стратегий года лидера рейтингов прошлых лет. Это стратегия SSS Option. Она актуальна и на текущий момент, показывая отличные результаты. А мы для вас предоставляем альтернативный рейтинг топ-5 лучших стратегий 2023 года. Если вы торгуете у брокера Pocket Option, то смотрите это видео особенно внимательно. В нем будут спрятаны промокоды с бонусами. За год на нашем сайте было размещено много интересных стратегий с разной степенью эффективности и удобства для торговли бинарными опционами. По вашим отзывам и комментариям на сайте мы отобрали 5 лучших стратегий и провели их тестирование в течение месяца. В этом обзоре мы даем краткое описание каждой стратегии и результаты тестирования. А если кто пожелает познакомиться подробнее с каждой из них, то в описании к этому видео ищите ссылки на статьи и обучающее видео на нашем канале по каждой стратегии отдельно. Итак, пятое место в нашем рейтинге занимает сигнальная универсальная стратегия LunaFX, сигналы которой не перерисовываются при обновлении графика или смене таймфрейма. И она может использоваться как для торговли бинарными опционами, так и для Forex. Три индикатора LunaFX и три разных шаблона дают сигналы разной частоты и позволяют применять стратегию на таймфреймах от M1 до H4. Удобная панель LunaFX Dash с продуманной визуализацией целых девяти базовых индикаторов с индивидуальной настройкой каждого из них является изюминкой и может быть крайне полезна именно для торговли бинарными опционами по определении направления и силы тренда. Правила торговли по данной торговой системе являются очень простыми, но включают в себя много разных условий, которые должны быть соблюдены. Для покупки колл опциона следует выбрать нужный шаблон LunaM1 для минутных и пятиминутных графиков, ЛунаМ2 для М15H1 и ЛунаМ3 для H4. Дождаться появления зеленой метки на графике, которая сопровождается алертом, оповещением. Дождаться закрытия текущего бара. Убедиться, что основной сигнал на панели Луна горит зеленым. Убедиться, что показатель B1 бар процентметра зеленый. Убедиться, что сигнал MAX горит зеленым. А для покупки ПУД опциона следует также выбрать нужный шаблон ЛунаМ1,М2 или М3. Дождаться появления красной метки на графике, которая сопровождается алертом. Дождаться закрытия текущего бара. Убедиться, что основной сигнал на панели Луна горит красным. Убедиться, что показатель B1 бар процентметра красный. Убедиться, что сигнал MAX горит красным. Экспирация в обеих случаях используется в три свечи. Тестирование данной стратегии в течение месяца на трех разных таймфреймах показало следующие результаты. Часовой график принес 62 сигнала, 32 из которых закрылись в плюс и 30 в минус, что по итогу составило 52 процента прибыльных сделок. На 30-минутном таймфрейме было получено 79 сигналов, 48 из которых закрылись в плюс и 31 в минус, что составило по итогу 61 процент прибыльных сделок. 15-минутный таймфрейм дал 131 сигнал, 83 из которых закрылись в плюс и 48 в минус. Итог составил 63 процента прибыльных сделок. На четвертом месте в нашем рейтинге очень простая сигнальная стратегия для бинарных опционов MT4FX Trader. В пакет торговой стратегии включено 9 EX4 файлов, но по сути это только три индикатора с разными функциями, и каждый из них дублируется три раза с различными настройками. Индикатор тренда FX Trader 1, 2 или 3 отображает на графике зоны синего или красного цвета для восходящего и нисходящего тренда соответственно. Индикатор EN 1, 2 или 3 выводит на график стрелочные сигналы, синее и красные стрелки, идентифицируя потенциальные точки разворота цены. Инфопанель вызывается индикаторами FX Trader Dash 1, 2 или 3. В этой стратегии три встроенных шаблона для рисковой торговли, среднерисковой и для умеренно рисковой торговли бинарными опционами. Правила торговли по стратегии MT4FX Trader очень простые, и для покупки колл опциона следует дождаться следующих условий. Индикатор тренда синий. Появился синий стрелочный сигнал. После закрытия свечи, сформировавший сигнал, можно покупать колл опцион с экспирацией 3 свечи. Таймфрейм можно использовать любой. Для покупки пут опциона условия будут следующие. Индикатор тренда красный. Появился красный стрелочный сигнал. Пут опцион можно покупать после закрытия свечи. И эта стратегия тестировалась в течение месяца. Часовой график показал 51 сигнал, 32 из которых закрылись в плюс и 19 в минус, что по итогу составило 63% прибыльных сделок. 30-минутный таймфрейм показал 59 сигналов, 34 из которых закрылись в плюс и 25 в минус. Итог составил 58% прибыльных сделок. 15-минутный график принес 61 сигнал, 39 из которых закрылись в плюс и 22 в минус. По итогу это составило 64% прибыльных сделок. Третье место в нашем рейтинге занимает сигнальная стратегия для бинарных опционов FXHulk, которая состоит из двух индикаторов, один из которых формирует сигналы на графике в виде стрелочек, а второй индикатор включает в себя трендовую панель с дополнительными сигналами и показателями тренда с шести разных таймфреймов. В стратегии присутствуют три шаблона, каждый из которых подойдет для разных типов торговли – скальперский, внутридневной и для свинг-трейдинга. Торговая система FXHulk разделяет сигналы по силе на сильные, средние и слабые, и в торговле бинарными опционами используются только сильные и средние сигналы. Сильные сигналы для опционов Call появляются тогда, когда на панели мы видим не менее четырех таймфреймов зеленого цвета. Строка Analysis имеет подпись Up, строка Strength имеет подпись Strong и строка Trend имеет подпись Bullish. Четыре квадратика внизу панели должны быть зеленого цвета. Сильные сигналы на покупку опционов Put появляются тогда, когда на панели мы видим как минимум четыре таймфрейма окрашены в красный цвет и, соответственно, показывают сильное падение. Строка Analysis имеет подпись Down, строка Strength имеет подпись Strong и строка Trend имеет подпись Beige. Четыре квадратика внизу панели должны быть красного цвета. Средние сигналы от сильных отличаются только тем, что вместо четырех квадратика внизу одного цвета будут только два. Экспирация для всех сделок используется в три свечи, а таймфрейм можно использовать любой. Тестирование стратегии FX Hulk в течение месяца принесло неплохие результаты и на часовом графике было получено 35 сигналов, 23 из которых закрылись в плюс и 12 в минус, что по итогу составило 66% прибыльных сделок. 30-минутный таймфрейм принес 64 сигнала, 41 из которых закрылись в плюс и 23 в минус, по итогу это составило 64% прибыльных сделок. 15-минутный график дал 92 сигнала, 66 из которых закрылись в плюс и 26 в минус, и по итогу это составило 72% прибыльных сделок. На втором месте в нашем рейтинге сигнальная стратегия для бинарных опционов VMFX Elite, основанная на тренде и может применяться как для торговли на бинарных опционах, так и для Forex. Эта стратегия включает в себя 6 индикаторов, и каждый из них совмещает авторский алгоритм для получения торговых сигналов с индикатором тренда, а также предлагает удобную панель, переключение между валютными парами и инфопанель с анализом текущей ситуации на рынке. Торговля бинарными опционами по тренду с помощью стратегии VMFX Elite максимально эффективна, и для покупки колл опциона требуется соблюдение следующих условий. Появился синий прямоугольник с черной стрелкой вверх в нижней его части. Панель тренда синяя. Условия для покупки пут опциона. Появился красный прямоугольник и черная стрелка, указывающая вниз. Панель тренда красная. После закрытия свечи, на которой появился сигнал, можно покупать опцион с экспирацией 3 свечи. Таймфрейм можно использовать любой. Тестирование данной стратегии в течение месяца показало следующие результаты, и на часовом графике было получено 42 сигнала, 29 из которых закрылись в плюс и 13 в минус, что по итогу составило 69% прибыльных сделок. 30-минутный таймфрейм принес 66 сигналов, 42 из которых закрылись в плюс и 24 в минус, по итогу это составило 64% прибыльных сделок. 15-минутный график дал 94 сигнала, 68 из которых закрылись в плюс и 26 в минус, и по итогу это составило 72% прибыльных сделок. И почетное первое место занимает трендовая стратегия со стрелочными сигналами FX Max Scalper. В этой стратегии предусмотрена специальная панель для переключения между таймфреймами и активами. А три преднастроенных варианта использования системы для внутридневной торговли, для агрессивной и для консервативной торговли делают ее в использовании очень простой, даже для начинающих трейдеров. Правила торговли по стратегии FX Max Scalper не требуют от трейдера ни установки дополнительных индикаторов, ни применения ручного анализа тренда. И для покупки колл опциона необходимо. На нижней панели индикатора тренда появилась стрелка вверх. Фон графика черный. Дождавшись закрытия свечи, на которой появился сигнал, и убедившись, что стрелка не исчезла, можно покупать колл опцион с экспирацией три свечи. Для покупки пуд опциона необходимо, чтобы на нижней панели индикатора тренда появилась стрелка вниз. Фон графика темно-серый. Дождавшись закрытия свечи, на которой появился сигнал, можно покупать пуд опцион с экспирацией три свечи. Тестирование данной стратегии в течение месяца показало следующие результаты. И на часовом графике было получено 43 сигнала, 30 из которых закрылись в плюс и 13 в минус, что по итогу составило 70% прибыльных сделок. 30-минутный таймфрейм принес 67 сигналов, 45 из которых закрылись в плюс и 22 в минус. По итогу это составило 67% прибыльных сделок. 15-минутный график дал 93 сигнала, 68 из которых закрылись в плюс и 25 в минус. И по итогу это составило 73% прибыльных сделок. Если данное видео было для вас интересным и полезным, то не забудьте поставить лайк, а также подписаться на наш канал, чтобы не пропустить обсуждение самых актуальных обзоров и свежих новостей из сферы торговли бинарными опционами. Переходите на наш сайт и скачивайте стратегии в ознакомительных целях и тестирование бесплатно. Желаем успешной торговли в 2024 году. Продолжение следует...